17-летняя девушка обвинила отца в пятилетнем насилии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Выставка реликвий пророка Мухаммада «Мир ему и благословение» в Кизелюрте завершилась. Ее посетило более 200 тысяч человек. Новая победа дагестанских футболистов. Юные махачкалинцы из пятого лицея стали лучшими на всероссийском этапе школьной футбольной лиги в Москве. В Баба-Юртовском районе 17-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее отец в течение пяти лет использовал ее в интимных целях. Преступник начал совершать непристойное, когда девочке было 12 лет, и угрожал ей расправой, если она расскажет матери о случившемся. По чудовищной ситуации Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Дети, знайте, что вы не одни. В сложных, кризисных ситуациях, когда вы не знаете, к кому обратиться, не замыкайте в себе. Если вас не поняли и не услышали ваши родители, говорите о своей проблеме своим учителям, классным руководителям, психологам в ваших образовательных учреждениях. Вы также можете обращаться к нам в Духовный женский центр «Марья». Мы вам окажем психологическую, юридическую и моральную поддержку. Можете обращаться к нам по номеру, указанному в этом видео. Подобные инциденты в Дагестане происходят крайне редко. Однако любая жертва насилия или та, кто подвергается противоправным действиям, может обратиться в кризисный центр «Марья» и получить всю необходимую помощь, вплоть до временного проживания. Сплошные ямы, ухабы и впадины на асфальте. Вот уже 16 лет жители района «Вагонник» не могут жить спокойно. Уже долгое время не асфальтируют дороги, в результате чего происходит настоящий кошмар во время дождя. Вода заполняет дома, разрушая имущество и вынуждая жильцов тратить собственные средства на ремонты. Мусор и стройматериалы истекают в канал Октябрьской революции, питьевой водой из которого пользуется практически вся столица республики. Народный фронт призывает руководство Махачкалы принять меры по решению проблемы. Народный фронт призывает руководство Махачкалы принять меры по решению проблемы. Направлено обращение соответствующей структуры с требованием восстановить ливнёвки и провести ремонт дорог. Городу Махачкала исполнилось 167 лет. По этому поводу на главной площади города состоялась массовая зарядка, собравшая рекордное количество участников – 15 тысяч человек. Данные зафиксировали наблюдатели, которые передадут протоколы в редакцию Книги рекордов России. Упражнения выполнялись под руководством победителей и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Я думаю, что Дагестан ещё раз показывает, что они могут поставить спортивный рекорд во всех направлениях. Будь это зарядка, будь это какое-то единоборство или что-то другое, Дагестан ещё раз показывает, что мы спортивная республика. Также в рамках акции был проведён розыгрыш ценных призов, а на территории площади проходили различные спортивные игры. Всё это способствовало праздничной атмосфере и сплочению жителей города. Завершилась выставка реликвий пророка Мухаммада «Мир ему и благословение» в Кизелюрте. Впечатления у посетителей, а их было более 200 тысяч человек, колоссальные. Люди приезжали со всего Дагестана. С соседних регионов также были и гости из стран зарубежья. По завершении выставки жители Кизелюрта передали слова благодарности и признательности хранителю реликвии Муфтию Дагестана Шейху Ахмаду Афанди за уникальную возможность лицезреть волос посланника Аллаха и другие ценные экспонаты. В свою очередь организаторы мероприятия поблагодарили волонтёров и добровольцев за их сложенную командную работу в дни прохождения выставки. Хочется выразить огромную благодарность волонтёрам, которые, несмотря на день и ночь, круглосуточно друг друга меняя, они были здесь рядом, потому что за эти дни более 200 тысяч человек прошли заират пророка Аллахи Салату Вассалам. Это огромная помощь именно со стороны волонтёров, быть вежливыми, как всем, кто сюда приходит, несмотря на усталость, несмотря на поздное время. Пусть Аллах всех вознаградит наилучим образом. Хочется сказать и выразить огромную надежду, что ещё не один раз мы будем находиться в команде тех людей, которые служат великий пророк Аллахи Салату Вассалам. Вечера благодарности проходят во дворах Махачкалы весь месяц Раби-Уль-Ауэль. На протяжении всего священного месяца, в котором родился пророк, мир ему и благословение, в республике проходят просветительские духовно-нравственные мероприятия. Это городские, республиканские, коллективные, дворовые мавлиды, то есть всем двором. Такой инициативе около 16 лет принадлежит она Муфтияту Республики Дагестан. Одно из таких мероприятий прошло в индустриальном переулке. В нём приняли участие жители района. Мавлид собрал около ста людей. Для них в этот вечер звучали нашиды, детям раздавали сладости, а также проводили конкурсы на небольшие денежные призы. Отметим, что такое мероприятие проходит каждый год. Ну вообще прикольно. Я вышла, мне вроде всё понравилось. То, что задавали всякие вопросы, то, что мы пели нашиды. Это очень хорошее мероприятие, когда все жители нашего двора собираются все вместе на площадку. И, естественно, это очень хорошо, все поддерживают это мероприятие. Аллахума, салли аля, мухаммад и аля, али Мухаммад. Али Мухаммад. В Дербенте на территории мультимедийного фонтана прошёл вечер Корана, приуроченный к месяцу рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Грандиозное событие, организованное муфтиатом Дагестана, собрало тысячи жителей города. Перед ними выступили известные богословы. Также дербентцы смогли насладиться красивым чтением Корана и нашидами. Кульминацией вечера стал розыгрыш ценных призов, а также трёх путёвок на Малый Хадж. В мероприятии приняли участие представители власти и общественные деятели. Вечер Корана стал важным событием, направленным на распространение духовных ценностей, поддержание добрых традиций и укрепление единства среди верующих, отметили участники мероприятия. Новый успех дагестанских футболистов. Команда столичного лицея номер пять выиграла всероссийский этап школьной футбольной лиги в Москве. Юные махачкалинцы были вне конкуренции в турнире среди детей до 14 лет. В финале наши уверенно одолели сверстников из Оренбургской области. Счёт встречи 4-1. Лучшим игроком турнира признан нападающий Саидбек Асельдаров. Всего же на победу в этом турнире претендовали команды из 59 регионов России. Дружина из Дагестана на пути к золоту выиграла шесть матчей. Самым драматичным выдался полуфинал, где в игре с командой из Липецкой области всё дошло до серии пенальти. Здесь свои лидерские качества провел капитан нашей команды, который решил сменить галкипера и своей уверенностью на линии ворот заставил соперника ошибиться. Очень опасно было с командой, которая играла в финале, потому что она обученная команда в мини-футбол и футбол у нас мало, поэтому я думаю, было бы нам сложно. Но мы удачно забили первые два-три мяча и его довели в игру до победы. Мы знаем, мы видим и мы в проекте даже в футбол-школе понимаем, что Дагестан это самый мощный субъект. У нас 150 школ в проекте, соответственно, эти все 150 школ реализуют проект очень интенсивно, мощно и регулярно. Поэтому ничего удивительного, что и, собственно, команды всегда приезжают настроенные, заряженные, тем более, что самая мощная лига и у вас в республике. Поэтому наблюдать было интересно, наблюдать было приятно. Показали себя на этом турнире и наши девочки. Амина Мусалова из команды лицея номер 30 стала лучшим бомбардиром, забив 12 мячей. Победителей главного этапа лиги награждали титулованные российские футболисты.